А ведь если бы водители правильно реагировали на автомобиль специального назначения с включенными маячками, сотрудники МЧС приехали бы на вызов вовремя. Передвигаться на большой скорости, выполняя опасные маневры, водители автомобилей МЧС вынуждают в основном одно обстоятельство – помочь в кратчайшие сроки. Однако на дорогах нередки случаи, когда водители игнорируют включенные маячки и не пропускают. Это может привести к печальным последствиям. К сожалению, и в текущем году, и в прошлом году бывали случаи, когда не уступают дорогу техники с включенными подлесковыми маяками. В том числе, к сожалению, были и дорожно-транспортные происшествия. Дорожно-транспортное происшествие было как раз в этом году. Это означает, что техника, которая была вызвана для оказания помощи, она не прибыла вовремя к месту вызова. И это и задержка во времени, и все другие моменты. Это надо и передислоцировать технику, и так далее, и так далее. То есть самая главная задача – это оперативность прибытия подразделения к месту вызова. В правилах предусмотрено, что спецтранспорт имеет приоритет, и остальные участники дорожного движения должны его пропускать. Но за время проведения профилактического мероприятия были случаи, когда водитель, вместо того, чтобы пропустить автомобиль оперативного назначения, стал помехой, оттягивая время прибытия сотрудников на место. Согласно пункту 26 правил дорожного движения, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета, водители, вне зависимости от направления, должны предоставить преимущество спецтранспорту и предоставить беспрепятственный проезд. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками красного и синего цветов, водители попутных, а также при отсутствии разделительной полосы и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии занять крайнее правое положение в крайней правой полосе и остановиться. Начинать движение разрешается только после проезда спецтранспорта с включенными маячками. За нарушение данного пункта правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин. Ирина Комич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктова.